Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Добро пожаловать! Меня зовут Рик Реннер. Я ждал вас и верю, что сегодня вы узнаете что-то новое из Слова Божьего по мере того, как мы исследуем духовные дары и то, в чем состоит их ценность как для вас, так и для вашей церкви. В церкви обязательно должны действовать духовные дары. И сегодня вы узнаете о том, что одно из проявлений благодати — духовные дары. Писание это подтверждает, и сегодня мы сами это увидим. Первое послание Коринфянам 1.4. В прошлый раз мы говорили о том, кто такие коринфяне, и мы узнали, что в большинстве своем это были необразованные, грубые, жестокие люди, развратники и любители выпить. Разумеется, не все. И все же таковым было распространенное мнение о жителях Коринфа. Даже в языческом мире город выделялся моральной развращенностью, что наложило свой отпечаток и на церковь. С детства я рос среди баптистов, и нам говорили, что подобная моральная развращенность — это следствие говорения на иных языках и проявления даров Святого Духа. Но мне кажется, что это абсурд. Дух Святой никогда не дает нам что-либо, чтобы сделать нас плотскими или выставить на посмешище. Он этого не делает. Все, что приходит от Духа Святого, хорошо для нас и идет нам на пользу. Самое удивительное, что даже несмотря на их бурное прошлое, Бог счел коринфян пригодными для того, чтобы через них проявлялись духовные дары. Когда Божья благодать коснулась их, она их преобразила, оснастила и позволила исполнить то, с чем бы они сами никогда бы не справились. Точно так же, неважно, какое у вас прошлое и что вы пережили, но когда Божья благодать сходит на вас, ваша жизнь кардинально меняется, и благодать дает вам силу исполнить то, что было вам не под силом. Это действие Божьей благодати. Недавно я попросил группу людей дать определение благодати, и я заметил, что люди затрудняются объяснить ее значение. Они описывают ее симптомы, ее проявления, либо ее плоды, но при этом не могут внятно объяснить, что же такое, собственно, благодать. Так что же это такое? Какое значение она имела во времена Нового Завета? И что хотел сказать Павел, когда употреблял это слово? Причем довольно часто. В тексте Нового Завета слово «благодать» встречается 129 раз. Можно сказать, что это одно из любимых слов Павла. Хотя изначально «благодать» — это не христианский термин. Надо сказать, что и вся остальная терминология Нового Завета также заимствована из светских источников. Дело в том, что во время написания Нового Завета на греческом языке христианская терминология попросту отсутствовала, и его авторам пришлось позаимствовать многие слова из светких источников, часто языческих, чтобы сформировать и донести до своего читателя концепцию христианства. Поэтому иногда для того, чтобы понять истинное значение слова, приходится обращаться к первоисточнику. Повторюсь, что изначально слово «благодать» было языческим. А вот в каком значении они его использовали, сейчас узнаете. Это греческое слово «харис», переведенное как «благодать». Очень важно, чтобы вы это поняли, потому что это именно то значение, тот смысл, в котором оно употребляется в посланиях Павла. Слово «благодать» происходит от греческого слова «харис», которое было в обиходе у язычников и означало «прикосновение богов». В то время язычники свято верили в то, что существует много разных богов. Считалось, что когда боги или бог прикасаются к тебе, тем самым этот бог проявляет к тебе свою благосклонность, наделяя тебя своей особенной благодатью — «харис». И когда эта так называемая благодать сходила на человека, то она наделяла его внутренней силой, укрепляла, преображала и давала такие способности, которых у него ранее не было. Более того, считалось, что благодать обладает магическими свойствами. Оказывая на человека поистине чудодейственный эффект. Под воздействием благодати человек полностью преображался. Менялось его мышление. Менялись его поступки. И часто такие люди демонстрировали сверхъестественные способности. Обыкновенные люди под воздействием некой магической силы. Это магическая сила, греческое слово «харис», в Новом Завете переведённое как «благодать». Это прикосновение богов, которое преображает, укрепляет, снаряжает и даёт способность делать то, что раньше было не по силам. Она служит источником сверхъестественного оснащения. Я всегда говорю, что благодать нельзя пропустить, её нельзя не заметить, потому что она всегда сопровождается видимыми проявлениями. Это очень важно. Видимые проявления. Это крайне важно, особенно в свете того, что мы говорим о духовных дарах и о том, для чего они нужны. Духовные дары — это видимые проявления благодати. Вот что означало слово «благодать» или «харис» в языческом понимании этого слова. А если посмотреть на это в контексте Нового Завета, где апостол Павел говорит о Божьей благодати и о том, какое действие оказывает на нас благодать, когда мы её принимаем, то что она делает? Она наделяет нас силой, под воздействием которой мы меняемся. Мы уже не те, что прежде. Благодать изменила нас. Она изменила наше мышление. Когда благодать сходит на нас, тем самым Бог проявляет к нам своё благоволение. Это сверхъестественная сила, которая преображает наше мышление, наши поступки, наделяет нас харизмой. Слово «харис» — благодать. Харизма — это благодать в действии. Это дар благодати. Кроме того, очень часто благодать проявляется посредством духовных даров. Это дары благодати. Вы получили благодать, и она начинает проявляться различными путями. Благодать проявляется, когда ваше мышление меняется, когда вы одерживаете победу над грехом, когда на смену печали приходит радость. Всё это — проявление благодати. Благодать проявляется различными путями, и одно из её проявлений — это духовные дары. А сейчас давайте мы вкратце рассмотрим несколько мест в Новом Завете, где упоминается слово «благодать». Я пройдусь по своему списку, который составил специально для вас. Давайте начнём с Деяний 4, 33, где мы видим яркий пример действия благодати. В Деяниях 4, 33, Библия говорит, «Апостолы же с великую силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их». Здесь мы видим благодать в действии. Когда благодать сошла на них, написано, что это была великая благодать, мощное излияние Божьей силы. И когда эта великая благодать сошла на них, она не осталась незамеченной, но укрепила их, чтобы они могли с великую силой свидетельствовать о воскресении Господа Иисуса. Благодать наделила верующих великой силой. Это было одно из её проявлений. Также в Деяниях 11, 23, где описано путешествие Варнавы в Антиохию, мы читаем о том, что когда он пришёл к верующим, написано, что он, прибыв и увидев благодать Божью, он увидел благодать. Это было что-то такое, что можно было увидеть своими глазами. Он стал этому свидетелем. Он не просто поверил в то, что благодать находится среди них, но воочию наблюдал её проявления. Здесь чёрным по белому написано, что он увидел Божью благодать, что когда она пришла, она сопровождалась определенными внешними проявлениями, чем-то, что можно было увидеть, и безошибочно понять, что благодать находится среди них. Римлянам 12, 6, и как по данной нам благодати, в соответствии с тем, чем Бог нас наделил, имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество пророчеству и по мере веры. Отсюда явствует, что когда мы переживаем прикосновение благодати, когда мы принимаем от Бога Харис, когда Бог наделяет нас Своей силой, это выражается в духовных дарах. Благодать наделяет нас харизмой и даёт нам способность двигаться в духовных проявлениях. 1 Коринфянам 3, 10. Это одно из моих любимых стихов. Павел пишет, «Я, подданный мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание». Он начинает со слов «подданный мне от Бога благодати», где слово «благодать» — это слово «харис», означающее «укрепляющее Божье присутствие». В греческом оригинале фраза «подданный мне» содержит слово «ката». По-гречески — что-то покоряющее. «Я покорился Божьей благодати», этому мощному Божьему присутствию. Он говорит, «Я стал мудрым строителем». Когда благодать пришла, она дала ему всё необходимое для апостольского служения. Он мог видеть то, что не видел раньше. Он знал, как ему построить сильную церковь, как заложить прочные основания. И если раньше он этого не понимал, и у него не было соответствующих знаний, то когда он принял от Бога благодать, эта благодать преобразила его и дала ему божественное оснащение для апостольского служения. Благодать укрепила и оснастила его. Далее, когда мы читаем 1 Коринфянам 15, 10, который часто используют «не к месту», здесь сказано «но по благодати Божьей я есть Тот, Кто я есть». Многие люди понимают это так, что я ничего не смогу с собой поделать. Я такой, какой есть. Нравится вам это или нет? У вас нет выбора. Какой уж есть. Но у этого стиха другое значение. Речь идёт о благодати, подбочным воздействием которой я раз и навсегда изменился. Я уже не такой, каким был раньше. Когда Павел говорит, что по благодати Божьей я есть Тот, Кто я есть, он имеет в виду, что я не такой, каким я раньше был. Эта благодать коснулась меня, она изменила меня. И благодаря преображающей силе благодати я Тот, Кто я есть. Я уже не Тот, каким был раньше. Под воздействием благодати мы меняемся. Благодать наделяет нас силой. Когда благодать сходит на нас, когда она изливается на нас, она производит в нас перемены. И теперь по благодати Божьей мы есть Те, Кто мы есть. Вот что это значит на самом деле. Далее, 2 Коринфянам 9, 8. Павел пишет, «Божий силен обогатить вас всякую благодатью, где благодать — это божественное, подкрепляющее присутствие, Харис. И Павел пишет, что Бог силен дать вам обилие благодати. Это слово описывает реку, вышедшую из берегов. Божья благодать — это не ручеек, не тоненькая струйка. По Божьему замыслу, благодать — это бурная река, которая выходит из берегов. Это обилие благодати. Когда Божья благодать обильно изливается в вашу жизнь, к чему это ведет? Во второй части стиха говорится, чтобы вы всегда и во всем имея всякое довольство. Благодать никогда не оставит вас в прежнем состоянии. Если раньше мы могли испытывать в чем-либо недостаток, дефицит, то с тех пор, как мы приняли обилие Божьей благодати, мы более ни в чем не имеем нужды. Почему? Потому что Божья благодать укрепляет, оснащает, дает все необходимое. Она дает нам божественное оснащение. Далее, в Ефесянам 3,7 Павел пишет о себе, «Которого служителем сделался я по дару благодати Божьей, данной мне». Павел пишет, что когда Божья благодать коснулась меня, я изменился. Она дала мне дары. Благодать дала мне призвание и поставила на служение. Божья благодать призвела во мне нечто великое. Повторюсь, что благодать никогда не останется незамеченной. Но когда Божья благодать приходит, она влечет за собой преображение. Она всегда проявляется. Далее, в послании Иакова 4,6 Иаков пишет, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Бог противник гордых, тогда как смиренному Он дает свою благодать. Смирение — ключ к принятию благодати, где благодать — это греческое слово «харис», сверхъестественное прикосновение, наделяющее тебя силой, которое обеспечивает тебя всем необходимым для любой жизненной ситуации. Далее, в 1 Петра 4,10 Это потрясающий стих о благодати в привязке к духовным дарам. Петр пишет, «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, где каждый — это всеобъемлющее греческое слово «хекастос», означающее «каждый человек», а значит и вы. Каждый тем даром, где слово «дар» — это греческое слово «харизма», производное от слова «харис», означающего «благодать», а его форма, слово «харизма», означает «дар, данный по благодати». И в этом стихе говорится, что каждый человек, каждый верующий, кто бы он ни был, если вы в Христе, то и вы, хекастос, каждый человек обладает харизмой. И это значит, что Бог желает, чтобы через вас проявлялись духовные дары. «Служите друг другу, как добрые домостроители, многоразличные благодати Божьи». Он использует выражение «многоразличная благодать». Слово «многоразличная» можно перевести как «разносторонняя» или «многосторонняя». Это Божья благодать в ее многочисленных проявлениях. Она проявляется различными путями. У нее много разновидностей. Это и сила, и дары, и новая природа, новый характер, духовные проявления, духовные дары. Божья благодать приходит, и когда она приходит, то это происходит различными путями. Благодать принимает самые разные формы. При этом она никогда не остается незамеченной. Она не действует скрытно, но всегда проявляется. Это очень важно при изучении духовных даров. И скоро вы поймете, почему. Но прежде мне бы хотелось затронуть еще ряд моментов по теме благодати и упомянуть еще четыре важных места Писания о благодати, которые я хочу, чтобы вы поняли в дополнение к тому, о чем я уже с вами поделился. В послании Галатам 2, 21 Павел пишет, «Не отвергаю благодати Божьей». Получается, что благодать можно отвергнуть. Бог дает вам свою благодать, но для того, чтобы она работала, ее нужно принять. А до тех пор, пока вы ее не примете, вам от нее не будет никакого толку. Тому, кто ее принял, она принесет пользу. Для того же, кто ее отверг, она будет бесполезной. Далее, во 2 Коринфянам 6, 1 Павел пишет, «Мы же, как спаспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами». Где слово «тщетно» — это греческое слово «кенос», которое описывает нечто пустое, бесполезное, бесплодное. Это говорит о том, что Бог посылает нам свою благодать, свою силу, но мы должны ее принять. А до тех пор, пока мы ее не примем, она бесполезна, она пропадает зря, от нее нет пользы. Чтобы нам от нее была польза, с ней необходимо сотрудничать. Затем, в послании к Галатам 5, 4, Павел обращается к Галатам и пишет, «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Это не значит, что они потеряли свое спасение. Но если раньше они жили в благодати, наслаждались благодатью, их жизнь была наполнена силой Божьего присутствия, Бог щедро излил на них свою благодать во всех ее проявлениях, то теперь они отпали от благодати и творят дела плоти, надеясь получить оправдание посредством соблюдения многочисленных правил и постановлений. И Павел обращается к ним и говорит, «Что вы делаете? Для чего вам ползать, когда вы рождены летать и жить в силе Божьего присутствия?» Далее, как мы уже знаем, в Послании к евреям, 12.15, Павел пишет, «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей». Где лишился — это греческое слово «хостерос», означающее «дефицит» или «недостаток». Вы испытываете дефицит, который не позволяет вам решать текущие вопросы или заботиться о нуждах. Наш Бог не есть Бог-недостатка, но согласно этому стиху благодати можно лишиться, «но как, если вы не будете с ней сотрудничать?» Благодать в вашем распоряжении. Бог не изменился. Благодать не иссякла. Благодать наделяет вас силой и дает все необходимое для решения повседневных задач. Но если вы не будете с ней сотрудничать, вы можете уйти в минус, который не позволит вам восполнить те нужды, которые есть вокруг. И все это относится к слову «благодать». А теперь откройте 1 Коринфянам 1.4. Здесь сказано, «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе». Харис. «Динамичное излияние Божьей силы». Поймите, что там, где есть благодать, там всегда будут ее видимые проявления. Благодать всегда проявляется. Это не просто доктрина или умственное знание. Но когда благодать приходит, человек преображается. Благодать наделяет нас божественной силой. Меняются наши мышления, меняются наши поступки. И вдруг мы обнаруживаем в себе нечто такое, чего раньше не было. На примере Коринфян мы видим, что через них начали проявляться духовные дары. Еще раз взгляните на 4 стих. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе». Далее, в 5 стихе он объясняет, в какой форме проявлялась благодать, в какую форму она приняла, и как она стала явной среди них. Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Павел описывает духовные проявления или духовные дары, которые стали вследствием излияния Божьей благодати. Когда мы изучаем историю возникновения Коринфянской церкви, мы видим, что она зародилась в силе. Вы можете прочитать об этом в 18 главе Деяний, в стихах с 1 по 18. В этих стихах содержится хроника рождения церкви. И нам доподлинно известно, что Павел находился там полтора года. Полтора года он трудился среди них, насаждая церковь. Но в 18 главе книги Деяний нет ни одного упоминания каких-либо сверхъестественных, впечатляющих явлений. Ни единого упоминания. Это очень необычно. Потому что, когда Павел писал первое Коринфянам, то во второй главе своего послания он лично утверждает, что когда он пришел к Коринфянам и служил среди них, он пришел к ним в явлении Духа и силы. Кстати, давайте мы об этом прочитаем. Это первое Коринфянам 2.4. Павел обращается к Коринфянам и напоминает им об этом. Он говорит, «И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы». Где слово «явление» — это греческое слово, означающее указывать на что-то, чтобы привлечь к этому внимание. Итак, когда Павел проповедовал, то он проповедовал о кресте, и когда он проповедовал, он доверился Божьей благодати, и Божья благодать действовала через него, наглядно подтверждая его слова. В чем это выражалось? Как здесь написано? «В явлении Духа и силы». Бог подкреплял его слова чудесами и знамениями. А в 5 стихе Павел объясняет зачем. «Чтобы вера ваша утверждалась, не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Павел всегда об этом помнил. Интересно, что даже во 2 Коринфянам 12.12 Павел упоминает о том времени, когда он наблюдал среди них мощную демонстрацию благодати Божьей, когда он впервые им проповедовал. Вот как он говорит об этом во 2 Коринфянам 12.12. «Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Павел говорит, «Я подчинился своему апостольскому призванию. Признаки апостола — это благодать на моей жизни. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Где слово «признаки» — это наглядная демонстрация сверхъестественной силы. Но Павел говорит, что помимо признаков, там были еще и чудеса. «Чудеса» — это греческое слово «терас», которое описывает событие настолько невероятное, что это изумляет, поражает, лишает дара речи. Это были настолько яркие проявления, что когда коринфяне увидели, что произошло, они были ошарашены. Они в жизни не видели ничего подобного. А в 12 стихе Павел продолжает и говорит, «И даже силами». А в одном из переводов написано «и силами». Это греческое слово «кай», которое используется для уточнения. Он поясняет, что это были за чудеса. Он говорит, «Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами, удивительными явлениями». А по-гречески здесь написано «и даже силами». Так Павел характеризует эти события. Это было грандиозно. Раньше со мной такого не было. Так что, несмотря на то, что в 18 главе «Деяния» информация об этих стихах отсутствует, Павел очень хорошо их помнит, и подробно описывает их во 2 главе 1 послания к Коринфянам, начиная с 4 стиха, после чего во 2 Коринфянам 12.12 Павел описывает проявление духа и силы. Но почему это так важно? Потому что, когда коринфяне услышали Евангелие, они услышали не просто заумные рассуждения, которые их позабавили. Евангелие пришло к ним в сверхъестественной силе и сопровождалось внешними проявлениями, чем-то, что они могли воочию увидеть. Это были чудеса, знамения и даже действия Великой Силы, в результате которых и родилась Коринфянская Церковь. Они пришли к Богу благодаря сверхъестественным проявлениям, благодаря действию духовных даров через проповедь Павла. Это и есть та благодать, которая сошла на них, и они её приняли. Они могли бы её отвергнуть, как написано в Галатам 2.21, могли принять её тщетно, о чём нам повествует 2 Коринфянам 6.1. Могли отпасть от благодати, отчего нас предостерегает посланник Евреям 12.15. Вместо этого Коринфяне раскаялись, уверовали и приняли проповедь Павла. Они были радикально спасены. Несмотря на их бурное прошлое, Божья благодать излилась на них. Их мышление начало меняться. Впереди было ещё много работы, но они начали меняться. Они начали жить по-другому, они стали другими. Почему? Потому что, когда благодать нас касается, мы меняемся. И это всегда сопровождается внешними проявлениями. Так, для Коринфян это выразилось в силе или в духовных дарах. Как явствует из 1 Коринфянам 1 глава, стихах с 4 по 5. Давайте мы их перечитаем, начиная с 4 стиха. Здесь сказано «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе». А в 5 стихе Он описывает действие благодати, потому что в Нём вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Когда Божья благодать пришла, одним из её проявлений стали духовные дары. Не удивляйтесь, если через вас начнут проявляться духовные дары. Если вы приняли Божью благодать, это значит, что вы подготовлены к тому, чтобы действовать в духовных дарах. А в следующий раз мы поговорим о том, что подразумевают собой духовные дары и в чём это выражается. Вы должны это знать. А наше время истекло. Напомню, что если вам нужна молитва, то мы здесь ради вас, и мы хотим за вас молиться. Воспользуйтесь информацией на экране, свяжитесь с нами, сообщите нам о своих нуждах, и я вам гарантирую, что мы будем за вас молиться. А ещё я хочу вам напомнить слова из Еккельсиаста 1.4. Здесь сказано «Где слово царя, там власть». И пусть Божье слово высвободит свою силу в вашу жизнь сегодня. Увидимся в следующей программе. Мы приготовили вам в подарок книгу Рика Реннера «Святой Дух, бесценный дар с небес». В этой книге вы найдёте ключ к Божьей силе, откровению о Божьем Слове и общению со Святым Духом. Она приведёт вас к неиссякаемому источнику силы, в то место, где Бог уже давно ждёт вас. Здравствуйте, меня зовут Джо Реннер. Я хочу поблагодарить всех партнёров нашего служения. Ваша поддержка помогает нам распространять Божье Слово. Сегодня церковь и общество всё дальше отходят от библейского учения и всё больше полагаются на мотивационные источники. Многие люди читают книги по саморазвитию, обходя стороной Библию, или же относятся к ней как к очередному справочному пособию. Однако мы должны строить свою жизнь на том, что говорит Библия. Писание является Словом самого Бога и единственной истиной среди религий мира. И мы стремимся к тому, чтобы каждый человек строил свою жизнь на Слове Божьем. На протяжении десятилетий поддержка наших партнёров помогла нам открыть много новых церквей. В нашей церкви мы делимся достоверным учением на основании Библии как единственного источника истины. В 105 стихе, 118 главы книги Псалмов Слово Божье названо «светильником в ноге» и «светом стезе нашей». Мы должны всегда помнить об этом, если мы хотим пройти свой жизненный путь во свете. Мы развиваем интернет-церковь, чтобы наши служения могли смотреть люди в разных городах мира, распространяя Божье Слово по всему лицу Земли. Мы приглашаем вас стать нашим партнёром и помочь нам нести библейское пробуждение всё большему числу людей в вашей стране и по всему миру. Мы здесь, чтобы исполнить наши видения, донести Евангелие Христа до ближайшего окружения и даже до краёв земли. И ваша поддержка очень важна для нас. Каждый из нас делает свою часть. Прямо сейчас, не выходя из дома, вы можете стать нашим партнёром и посеять наше служение, ведь помогая нам, вы помогаете другим. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт ignc.org. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнёром служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране, а также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова